Рад приветствовать на моём стриме. Во время просмотра помните, что это не видеоролик заранее подготовленной и проверенной информацией. Поэтому, ко всему, что я озвучиваю, стоит относиться со скепсисом. Это не мой основной контент, а лишь способ держать тесную связь и общаться со зрителями. Многое из озвученного мной зачастую просто ирония и стёп. Надеюсь на понимание. Мы начинаем. Смотрим разоблачение. Так, народ, всем привет. Привет. Сегодня у нас речь пойдёт об одном из интернет-магазинов, который активно в последнее время пиарит один известный блогер Стас с канала «Ай как просто». У него там много каналов «Ай как просто». Бля, почему все, выпуская хоть что-то про меня, перечисляют, что у меня много, блядь, каналов? Это имеет какое-то отношение к делу или что? Я просто не понимаю. Стас «Ай как просто», два. И он рекламирует активно интернет-магазин «Цифрус». Да. За то, что они предоставляют мне гаджеты, ребят. К сожалению, правда жизни такова, что либо ты делаешь только рекламные обзоры, либо ты не делаешь обзоров вообще. Потому что, представьте, я, допустим, не зарабатываю с техноблогинга, а где мне брать деньги на покупку гаджетов? Если я не делаю там дохующие рекламы, как это делает Вилса, это, к сожалению, патовая ситуация в данном случае. Поэтому я... Ну и «Цифрус», я с ними общался. Мне кажется, они замечательные ребята. И сейчас отвечу, кстати, на многие вопросы. Наверное, претензия о некоторых отзывах по поводу магазина «Цифрус» будет здесь озвучена. Мы это разберем. И я хотел бы разобраться, что же это за интернет-магазин, потому что мы BigGeek, который рекламирует Вилса.com. Да, я смотрел, кстати, его разоблачение на BigGeek, он там, блядь, так жёстко, блядь, обосрался. То есть он показывает ценник на Яндекс.Маркете один. Я, причём, даже Коле написал, говорю, посмотри, что человек сумасшедший, блядь, делает. Вот. Мы просто поржали. Ну, чел абсолютно, блядь, смотрит в книгу, как говорится, видит фигу. Мы смотрели, то, что у них цены нечестные. Нечестные. Неправильные, некорректные. Неправильные, некорректные. Погнали. Потому что Мегафон продаёт дешевле намного с более качественной гарантией. Ну, ты сейчас нам это продемонстрируешь. С более качественной гарантией. Вот вы знали, что если вы покупаете, например, Ростестовский смартфон в одном магазине, в одном магазине может быть более качественная гарантия, чем в другом. Качественная гарантия, блядь, охуеть. Братан, блядь, иди нахуй, ты уже... Что ты за хуйню несешь? Какая, блядь, качественная гарантия? Любая гарантия полная хуйня, блядь, я считаю. Потому что ты едешь в сервис центр, тебя пытаются объебать. Вот вам пример, блядь, Apple, 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 я купил MacBook, он у меня наебнулся, блядь, через 2 или 3 недели, я повез в сервис, там были проблемы вернуть в магазин, там долго рассказывать, я повез его, блядь, в сервис, мне его нахуй исцарапали, блядь, починили, блядь, и нихуя нахуй не работало, в итоге я просто получил царапанную MacBook, любая, блядь, вот эта вот гарантия, это полная хуйня, это ширма, блядь, за которую прикрывают, нахуй мне нужен гаджет, я его, блядь, купил за секстилярт миллиардов, блядь, приношу потом в сервис-центр, мне отдают покоцанный, разъебанный, а мне что потом время, знаете, чем они пользуются, тем, что я, как и большинство людей, мы не будем ходить, блядь, разбираться, у меня работа, у меня дела, я не могу по судам таскаться, блядь, судиться с ними, я ролик записал, захуесосил, все, но что это значит, блядь, более качественная гарантия, я надеюсь, дальше автор канала iBlog выпустит пояснение. С возможностью, там, да, обслужить свою технику официально, полноценно. То есть, хорошо, я надеюсь, ты сейчас продемонстрируешь то, что Цифрус продает неофициальный телефон по цене дороже, чем продает официальный, блядь, смартфон-мегафон, но я надеюсь, раз ты выдвинул это обвинение, будут какие-то доказательства, подтверждающие это. Поэтому обратил внимание на ваши комментарии в Инстаграме, в Директе, и, блин, ну, раз спросите, сделаем. Что такое Цифрус? Я, честно говоря, первый раз слышу об этом магазине, скорее всего, он локально работает Москва, ну, как бы у них есть возможность в интерфейсе выбрать город, но почему-то выборка города, вот, в Хедере, она не активна. То есть, я нажимаю Москва, но она, нет, не выбирает другой город. А вот, кстати, вот и он, вот и наш герой, а это что? Подождите, это был бы Баста, что ли, блядь, или нет? Да, это Баста, охуя, блядь, ебать, это что, Баста, блядь, ёпта, это Баста, блядь, пацаны, это Баста, блядь, ёпта, блядь, пацаны, это такое удивление. Баста или что? Ну, ладно, неважно, может быть. Неважно, это про этих там, блядь, он Басту не может узнать, блядь, неудивительно, что ты ценник, блядь, который в итоге, там было 35 тысяч на экране, а ты такой, ты, смотрите, он 37 900 стоит, ну, какая-то такая объёбка была, давно смотрел, не помню уже, ну, точно было. Блядь, он Басту смотрит, не может, блядь, узнать, ебать, ну, Баста, блядь, это что, реально, блядь, настоящий Баста, блядь, пиздец. Ну, какой-то, ну, тут похоже. Не, блядь, ну, точно Баста, блядь, я тебе говорю, блядь, это Баста и Баста. Собственно, Стас, я его, кстати, очень уважаю, он интересное видео делает, но вот он рекламирует, рекламирует Цифрус, и Цифрус, и говорят, что тут честные цены, что прям вот, ну, хорошо, поэтому мы... Можно, пожалуйста, где я это говорил? Я не призываю даже покупать в Цифрусе, я говорю, вы можете перейти по ссылке, там, сравнить. Сразу говорю, у Цифруса, блядь, не лучшие цены на всё, на что-то у них хорошие цены, на что-то лучше, блядь, в других местах, ну, потому что, ну, так вот рынок устроен, к сожалению. Мы с вами даже дали проанализировать. Нас интересует, естественно, техника Apple. Ну, конечно, Apple, блядь, вот если на Apple хуёвые цены, значит, на всё, в принципе, хуёвые. И по технике Apple мы должны пройтись по самой, наверное, популярной сейчас позиции, это iPhone XR. iPhone XR, выберём базовую самую модель, iPhone XR на 64 гигабайта, и видим, что здесь цена 45200, 45400, 45700, 45900, зависит, видимо, от цвета. И приписка RST, это важно, RST, это важно, да. Но вопрос, конечно, к чеку Цифруса, насколько этот чек работает, потому что, насколько я знаю, Цифрус, он не входит в авторизованный реселлер Apple. Запоминаем, цена 45220... Я, блядь, вообще нихуя не понимаю. А при чём тут чек? Я, возможно, отстал от этого, но... Я помню, регистрация проверяется на сайте selfsolve to apple.com, блядь. Гарантия у Apple мировая была. Поправьте меня, пожалуйста, в чате, если я сейчас неправ, потому что я давно этой темой не интересовался. Но, неважно, ты покупаешь ростестовский iPhone, не ростестовский. Ты, во время его первого включения, у тебя происходит активация устройства, блядь, и ты можешь зайти на сайт selfsolve.apple.com, вбить серийный номер устройства и посмотреть, когда оно было впервые активировано. И именно с момента первой активации и начинается гарантия. О, вот просто скажите, ну, напишите в чате, я сейчас посмотрю, если это как-то не так. Так, сейчас. Я просто пытаюсь понять. Блядь, у нас еще стрим отвалился. Пиздец. Блядь, я не пойму, это у меня что-то с браузером или стрим отвалился? Сейчас я попробую с телефона зайти, если вы вообще, в принципе, это слышите. Так, ну, с этого у меня стрим идет с телефона. Что-то с браузером, что ли, не то? Все хорошо, да? И сорян, ну, что-то у меня в браузере перестал он грузиться. Интересно, блядь. Сейчас я, странно, блядь, перезагрузил страницу. Я просто не могу, так мне надо чат видеть, чтобы вы меня поправили, если я не прав. У меня, как вы понимаете, все, как бы, эти удалились. Напишите, если вы что-то там писали по поводу гарантии. Ну, короче, я не знаю, по-моему, это бред, это такой все. За iPhone XR на 64. Теперь наша задача зайти на Tmall от Megafone, потому что, по-моему, сейчас они делают интересные цены на iPhone XR. Они их делают, на самом деле, уже достаточно давно. То есть ты товар, продающийся обычным путем, будешь сравнивать с товаром, который продается по акции, да? А может быть, ну, хотя бы в Яндекс.Маркете попробуешь это посмотреть, ну, чтобы более-менее адекватно было. А то, блядь, ну, типа, ну, по акции, ну, да. Ну, кто спорит? Бывает, что там Лиека по 9 тысяч продают по акции. Вопрос, конечно, количества этих телефонов, потому что чаще всего это делается с маркетинговой точки зрения. И, типа, попробовать заказать сразу, ну, блядь, ну это уже нахуй некорректно. То есть Tmall Megafone продает? Это не реклама. Я, честно говоря, прям Megafone, я запишу видео, где я пытаюсь их прям раздолбать за то, что они сделали. Ты раздолбай свой микрофон, эти пэшки уже убивают. Или там с одной из своих сотрудниц, и разобраться, кто там виноват. Но вот в плане ритейла по технике, они молодцы. Я просто о них рассказываю. Мне никто, к сожалению, не платил за это, да? Я просто о них рассказываю, потому что это лучший ценник. И вот смотрите, сейчас Tmall Megafone продает за 4900 эту трубку. Хорошая ли это цена? Ну, ребят, эта цена настолько хороша, что можно заработать 5000 рублей. Плюс здесь оплатить все это по карте, получить кэшбэк. И ждать нахуй год, блядь, пока он к тебе еще приедет, наверное, да? Потому что доставка Российской Федерации. Я не помню, я заказывал вообще что-то через Tmall. По-моему, я делал обзор на нее. Но окей, ладно, по акции они продают телефон. Но типа обычная цена, как я понял, 49,990. И сейчас по акции 49,990. Я не совсем понимаю, блядь. Получить всякие бенефиты от всяких разных банков, которым вы пользуетесь. Я уже не раз рассказывал, да, про это. И могу сказать, что больше чем уверен, что вот тут, наверное, да, возможности купить техники нет. Это говорит о том, что они не платят, скорее всего, деньги за эквариинг. Это дополнительные 5% для них. Поэтому они продают тупо за наличку. Не вижу возможности купить за безнал. Давайте посмотрим в пункте оплата. Может быть, там есть. А вот оплата и доставка. Способы оплаты. Ага, смотрите. Смотрите, как интересно. Наличка 0%, понятно. Наличными через банкомат. Это значит перевод типа на Сбербанк или на Яндекс.Деньги, понятно. А вот тут уже пошли проценты. Например, кредиткой, которая дает большинство... Бля, вот мне интересно. Этот человек делает обзор на магазин. Он вот хоть что-то в торговле понимает. Но, разумеется, такая сеть, как Цифрус... Я никогда не призывал, не говорил, покупайте в Цифрусе в любом случае. Я говорил, посмотрите цену, сравните. Если там вам кажется предложение выгодным, то купите. Бля, он так вот обозревает, как будто я прям говорил, нет, берите в Цифрусе, блядь, не берите в Мегафоне. Во-первых, сколько там, блядь, доставку эту ждать? Потому что, я говорю, я через Тимол не заказывал. Вот, я заказывал через Пандау, и чтобы сэкономить там 2-3 тысячи рублей, ждал, блядь, месяц. Это первый момент. Второй момент, ну да, то, что они эквайринг гасят. Но, это все делается для привлечения внимания. Этих трубок ограниченное количество. Это пытаются... Тимол быстрый, хорошо. Я просто говорю, я не заказывал. Тогда убираем вот этот пункт по поводу доставки. Но, они, блядь, делают разовую акцию. Вот, давай вот сейчас, сколько на Тимоле стоит iPhone XR? Хотя, блядь, в принципе, бред, что я сейчас это разбираю, да? Но, блядь, но тем не менее. Вот просто теперь интересно. Тимол, купить товары. Давай вот просто сейчас глянем, сколько он сейчас смотрит. Тимол, iPhone XR. 64 гиги. 47 990. Мегафон, вот, вот то, что он показывал. Оно сейчас стоит 49 900. Ну да, у них была акция. И что, это, типа, говорит о том, что в цифрусе какие-то плохие цены или что-то такое? А сколько он сейчас в цифрусе стоит, например? Ну, у них тоже мог подорожать, потому что... Потому что... Ну, потому что, блядь, постоянно курс доллара и прочая херня. iPhone XR. 64 гигабайт. Ну, вот Black, посмотрим. 45. То есть сейчас покупать в цифрусе RST-шной, это RST-шное дело, получается, что выгодней? А в чем, блядь, претензии? Охуеть, смотрите. Мегафон начали по акции для привлечения внимания продавать iPhone дешевле. А значит, цифрус это плохой магазин? Что, блядь? Самый большой процент... Я, конечно, понимаю, блядь. Поставить в название, ай, как просто, это, блядь... Ну, это действительно, да. Ты сразу набираешь чуть просмотров, как бы, аудитории. Это-то понятно. Это понятно. Ты все правильно делаешь с точки зрения продвижения. Но, может быть, претензии будут более конструктивными. Ты там возьмешь, например, один смартфон. И даже если окажется, что в цифрусе не лучшие цены, окей, можешь купить в другом месте. Они накидывают 5%. То есть, к их цене в 45 тысяч мы еще должны прибавить 5%. Стас, ай, как просто. Если ты вдруг каким-то одним глазком смотришь сюда, как можно, как бы, рекламировать своим подписчикам, которых ты, наверное, ценишь как-то, изначально ебнутся какие завышенные цены? Ебать, реально, блядь, пиздец завышенный, блядь. Прости меня, как я мог, нахуй. А что ты теперь про мегафон, блядь, скажешь? Ну, как бы, что, пацаны, 5% докинем по эквайрингу, оплатим? Или переводом, блядь, обычным? У чуваков, ну, есть определенный минимум цены, ниже которого они опуститься не могут. Хорошо, хорошо. Давай посмотрим. iPhone XR 64GB RST. Вот давай, пацаны, сколько он, блядь, стоит? XR 64 гигабайта. Online Trade 48, 48. Вот есть Apple Rooms 45, но в цифрусе он у нас 45 400, да? Давай посмотрим вот именно крупные магазины, в которых точно можно беспроцентно платить. Он везде стоит 48 900. Ну, то есть, получается, ты либо берешь его там за 45 и оплачиваешь эквайринг 5%, либо ты берешь за 49 и переплачиваешь даже с учетом этих 5%. Ну, вот, Save and Sale 44 990. Я знаю этот магазин, очень, блядь, негативный отзыв. Они мне заблочили тогда мой ролик про него, но они тоже эквайринг. Понимаешь, все вот, ну, вот так вот это, блядь, работает. Пиздец, блядь, еще такие претензии, ебать. Я вам говорил, что в цифру... Вот хоть один раз найдите мне, говорите, что я говорил, в цифрусе лучшие цены. Пиздец, блядь. Вот такие вот претензии рядового комментатора, блядь. Вас послушать... Я вообще ничего не должен рекламировать. Я бы, блядь, не хотел... Мне, в принципе, не нравится любую рекламу делать. Хотя к цифрусу я отношусь очень положительно, потому что ни один из моих подписчиков не писал мне с какими-то проблемами, связанными с этим магазином. Все, кто там покупали, у всех все нормально, да? Ну, за исключением Шизанутова, блядь, который говорил, что ему там... Что цифрусу он там даже не покупал просто какую-то хуйню, что ему там другой процессор поставили, блядь, в айфон. Ну, просто бред, блядь, душевную больного, нахуй. Ну, серьезно, блядь. 45 плюс 5 процентов. Блядь, акционный-то товар, нахуй. А здесь вот 41 минус 5 процентов. Причем меня все спрашивают. Денис, что такое Тимол, как это работает? Я вам, честно, могу открыть секрет. Блядь, если есть ссылочка на Тимол, то я охуею. Когда я работал в интернет-магазине не бытовой, а цифровой техники, вот такой же, типа Цифруса, мы скупали технику на Тимоле, на Беру, на Озонах, потому что там официально... Да, да, такое тоже бывает, такое тоже делают. ...техника, возможность обналичить деньги с расчетного счета, с карт. Это называется рыночек. Вот что теперь? Они берут акционные товары и покупают. Возможно, Цифрус тоже так делает, как и все магазины. Получить всем самым пешбеки, проценты, да? Блядь, ебаный дебил, блядь, пиздец. Я не увидел сразу, смотрите, тут еще, типа, добавляйте в корзину. До начала этой продажи. То есть он сейчас даже купить не может, по идее. Как я понимаю, в тот момент он мог купить только за 49,990. Ему нужно еще день было ждать, прежде чем попробовать купить этот айфон, который определен... Блядь, человек нахуй на ютубе, блядь, и работал сам в магазине, и не понимает, как устроены акции. Пиздец, блядь, я заебался уже выслушивать претензии в свою сторону. Настолько, блядь, необоснованные. И продавали эту технику, естественно, дороже. Плюс там вот 5, 6, 10 тысяч бывало. И большинство магазинов так и делает. Охуеть, а вот, понимаешь, вот подлецы, блядь, всякие магазины, за то, что они покупают технику по одной цене, а потом еще на ценку делают и продают дороже. Блядь, я считаю, что это большая проблема. Чем это отличается от того, что они, ну да, купили в другом магазине акционный товар? Это пиздец. Это, блядь, даёб. Я не знаю, это даёб, блядь, уровня Ларин против 2015 год. Ключу, что, учитывая, что цифрус — это неофициальный ресейлер Apple, потому что на сайте Apple нет информации о вот этом юридическом лице, да, я не исключу, что они также берут с расчетного счета бабки, ой, покупают на тем более технику. Это нормальная, нормальная практика для всего ритейла российского сейчас, да, вот серого. Поэтому, ну, вот так, вот так, нет смысла, блядь, покупать в цифру C10R. Но вполне возможно, что у них более интересное предложение на iPhone 11, допустим, да? iPhone SE, я сразу вижу, невыгодно, 30, а, ну хотя вот 37, может быть, вот тут, да. Но это не рост тест, смотрите, видите, это американцы, это тоже уже невыгодно, сразу могу сказать. Давайте посмотрим на iPhone 11. Я даже не буду показывать, да, я просто, блядь, знаю. Поверьте, моим знаниям они у меня в голове, блядь. В голове у меня, у человека, который, блядь, ну, видит, блядь, цифру, да, и даже не разбирается, можно ли сейчас сразу купить по этой цене, который, блядь, засирая BigGeek, блядь, говорил одну цифру, пока на экране была другая. Бля, верьте мне, нахуй, я точно, блядь, вот точно помню. 11, что ж, это такое, знаете, тоже лакну свою бумажку по поводу ценника. 55 300 рублей, тоже зарос тест-версию. Идем обратно на Tmall мегафоновский и смотрим. Бля, iBlock, есть и другие магазины, помимо Tmall. Хорошо, мы поняли, в Tmall, блядь, охуенно, ну, покажи ее в каком-нибудь другой магазине. Или это, блядь, реклама? Выглядит, как будто реально, блядь, у тебя просто заказали рекламу. Прорекламируй, у нас сейчас акция на iPhone начинается, блядь, как раз. И покажи, в день акции как раз, блядь. Есть ли у них iPhone 11? Нет, к сожалению, iPhone 11 у них все разобрали. Но, хочу напомнить, что... А, разобрали, наверное, потому что охуенный магазин, да? Совсем недавно МТС продавал вот эти телефоны. А, совсем недавно, блядь, а почем сейчас МТС продавал? Ты тупой, что ли, блядь, я в ахуй? Блядь, совсем недавно, блядь, по акции у МТС было три трубки, они ее, блядь, за 10 тысяч рублей продали. Что, блядь, за говно? Я сейчас смотрю, блядь. По 49 990 рублей. То есть вот эту трубку можно было купить за 49 990 рублей. Да ёпта, ну ты покажи, что сейчас можно. Ну понятно, ну нету цифру со акции сейчас, блядь. У другого магазина есть, блядь, на несколько штук. Ты что, ебанутый, блядь? ...в МТСе, плюс если у вас есть там кэшбэки, МТСовские баллы, их можно обналичить. Плюс можно оплатить остаток. Очко, блядь, мозг себе обналичь, ебать, просто охуительный обзор магазина. Тебе 13 лет, что ли? ...по карте и получить также 5% бонуса. Соответственно, ну просто никому не секрет, те, кто крутится в этом рынке, все вот эти 11 айфоны скупали сейчас в МТСе недавно. Да, все 5 штук, пацаны, все 5 штук, блядь. 49 900 плюс вот эти все плюшки. А подают их по 55 300 минимум, да? Вот это вообще 56, ну это, блядь, ребята, вы вообще охуели, честно. Что это за цена, вы просто объясните мне? Чем она обусловлена? При этом это еще Европа. При этом это еще Европа, ребята, как это работает-то? Вот вопрос, не знаю, это надо, блядь, спросить уже у Цифруса, я не знаю, почему, ну, блядь... 6 тысяч за Европу, там, один год гарантии и все дела. Хотя, вы знаете, что-то у них написано, что плюс 2 года гарантии, самые дружелюбные гарантии, но это, очевидно, не от авторизованного сервисного центра. Вот эту херню, ЕУ, обслуживать авторизованный сервисный центр не будет. Ребят, опять же, айфон, у него международная, блядь, гарантия, всегда так было. Это как-то изменили правила, теперь айфон обслуживается только в стране, для которой он предназначен? Потому что я, блядь, всегда айфоны покупал американские, да, пусть и в российских магазинах. Вот он, блядь, вообще хотя бы чуть-чуть в теме объяснить, просто я, блядь, не понимаю, реально, либо я тупой, либо, блядь, в санки не едут. Как, схуя ли европейский айфон, блядь, не будет обслуживаться? ...будут их мастера, тем самым они, в принципе, создают себе клиентскую базу по сервису. Это тоже, в принципе, правильный маркетинговый ход. Но, опять же, те, кто меня спрашивает, а расскажи мне про цифрус, и как бы там выгодно там покупать или нет, да нет же, нихуя тут не выгодно покупать. Тут же, блядь, акции ждите, ёпта. Пиздец, откровение. Айблок, я тебя буду звать Айоан Богослов, блядь, потому что у тебя откровение, нахуй, по акции иногда где-то можно купить дешевле, чем, блядь, в обычном магазине. Охуеть, реально охуеть, блядь, это гениально. Тут оплата за нал, техника в перемешку Европа-Америка. Учитывая, что они вообще говно продают, они, естественно, никакие неофициальные ритейлеры Apple. Рассчитывать на два года без проблемной гарантии тоже сложно, потому что по их чеку эта гарантия может не пойти даже на Ростест. Ну, вот как-то так. Поехали, блядь, я не знаю, этот вопрос надо изучить. Он, блядь, так уверенно говорит, но я хуже всегда была международная гарантия, именно поэтому я, допустим, рекламирую эти, уже забыл, блядь, сервис по доставке охуенный с путешественниками. У меня просто из головы уже вылетело, я в ахуй просто от доводов этого пациента. Вот, на самом деле ремонтируется нормально. Не знаю, имеет ли смысл дальше... Бля, пиздец, звоню, блядь, на стриме в сервис Apple. Меня просто теперь этот вопрос тревожит. Сейчас мы узнаем. Так, официальный телефон, я сейчас прямо позвоню. Блядь, просто обожаю Яндекс, нахуй. И все, блядь, у меня нет официального сервиса Apple, у меня только эти. Сервис Apple официальный телефон от 800 рублей. Apple Center Mobile Com, блядь. Apple MSK Expert, блядь. Сука! Блядь, придется в Google идти. Охуенно, Яндекс, блядь, респект, реально. Так, Google, с сервисом 15 минут, пошли нахуй. И тоже, Apple, химки, блядь. Официальная служба поддержки Apple. Ну, тут хотя бы нашлась в первых пяти ссылках. А, блядь, поддержка, потерю статус заказа, получите, блядь. Контактная информация, блядь, вот контактная информация. Поиск номера телефона для вашего местоположения. США и Канада, Европа, блядь, Африка. Ближний Восток, США, блядь. Канада, охуенно, блядь, пацаны, я же русский. Сука, да вы заебали. Я просто не люблю, я нервничать начинаю, потому что получу... Во! Сейчас, я надеюсь, получится дозвониться. Служба поддержки Apple. Разговоры записываются для анализа и обучения сотрудников. Чтобы безопасно подтвердить вашу личность, мы хотим отправить уведомления на все ваши устройства Apple. Блядь. Если вы даете нам разрешение на отправку уведомления, нажмите 1. Если нет, нажмите 2. Пошли нахуй, 2, не 3. Если вы звоните по поводу iPhone, нажмите 1. По вопросам связанных... Я вижу, что вы звоните с iPhone. Если вы звоните именно по поводу этого iPhone, нажмите 1. В других случаях нажмите 2. Ну, наверное, 1. Отлично, спасибо. После разговора с консультантом, мы хотели бы отправить вам сообщение по ссылке на краткий опрос, в котором вы можете оценить... Сука, дайте консультанту старого. Дайте... Оператор связи может вздимать оплату за передачу сообщений. Если вы хотите принять участие в этом опросе, нажмите 1. 2, 2, блин. Если нет, нажмите 2. Все, пожалуйста, дай мне... Хорошо, я подберу для вас консультанты. Давай, сучка, давай, подбери мне консультанты. Пусть он проконсультирует меня. Ждем. Здравствуйте, Шкепа. Меня зовут Маша. Как мне нужно к вам обращаться? Девушка, здравствуйте. Меня зовут Стас. Здравствуйте, Стас. Чем я могу вам помочь? Один вопрос просто очень важный. Скажите, пожалуйста, если я купил айфон в Европе или в Америке, будет ли у меня сервисное обслуживание на территории Российской Федерации? Ну, то есть официальная эпловская гарантия. Хорошо, я вас слышу. Постараюсь вам помочь в данном вопросе. Вы знаете как, в данном случае мне в первую очередь понадобится ваша учетная запись, чтобы вы мне бы ее продиктовали. Я зарегистрирую обращение, пройдемся по деталям. Да это же простой вопрос. Можно без... Я долго очень буду диктовать, у меня сложный номер. Это же просто простейший вопрос. Пожалуйста, скажите. Я понимаю, Стас, но у меня без регистрации обращения, к сожалению, у меня нет возможности предоставить какую-либо информацию. Хорошо, давайте. Сейчас я продиктую вам адрес. Васильев Станислав. Спасибо, Стас. В этом случае, знаете, как происходит? Для того, чтобы определить, данный телефон будет использоваться или нет, то есть гарантия будет обслуживаться или нет, в Российской Федерации у вас интересует. Да я правильно вас поняла? Да. Не этот телефон. Вот я хочу айфон купить в Европе. Да-да-да-да, я понимаю, да. В этом случае у нас по модели мы можем определить данную информацию. Если у вас нету на данный момент информации о модели вашего устройства, которую вы хотите приобрести, да, Стас, я вам могу переслать статью, в которой все модели айфонов, кого указаны, то есть в модели вы можете зайти в настройки, основные, и там модель. Модели в основном начинаются с буквы А и четыре цифры, там должны быть приписаны. Давайте я сейчас скажу, найду, у меня там вот модель, вот я хочу купить айфон, да, и он европейский. Так, сейчас. Хорошо, скажите мне модели, я пересмотрю. Вот буквально, буквально, вот, допустим, А2223, это вот гонконгский модель с двумя сим-картами. Слушай, сейчас перепроверим. 22, 23. Три. Да. Спасибо, Стас. Эта модель по гарантии не будет обслуживаться в России. Странно, а разве у Apple не международная гарантия? Международная, но поэтому я вам говорю, что по модели определяется гарантия, то есть это в Китае, Гонконге, Макао будет обслуживаться по Apple лимитированной гарантии. Хорошо, извините, пожалуйста, тогда можно еще один? А2111. Просто важный момент хотелось бы понять. Конечно. То есть, которые с двумя сим-картами, я понял, они не будут. Ну, понял. Канада и США будут обслуживать по гарантии. Я вас понял. С европейскими айфонами... Короче, только Китай не обслуживается, да? Да. Как у вас все сложно стало. Большое вам спасибо за помощь. Если хотите, Стас, я вам перешлю данную статью. Если вы решите какую-нибудь модель приобрести к слову, да, возьмите, проверьте, и там будет указано, обслуживайте ли мне данную стройку в Российской Федерации. А может быть, давайте на свидание сходим, и вы мне все это расскажете? Я думаю, статья более информативной будет. И у меня высокий рост. Что идите? Я высокого роста, хорошо сложен, богат, красив. Свободен. Я очень рада за вас, Стас. Ладно, спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Спасибо вам, хорошего вам дня. До свидания. Че, айблок, соснул, блядь? Ёпта. Гонконгский, да, я, в принципе, понял логику. Слушай, да понятно, что жена не ответит. Мне просто хотелось девушке приятно сделать. Я всегда делаю девушкам комплименты, потому что, ну, это им поднимает настроение. Блядь, надо было сказать, что просто у вас очень красивый голос. Я просто люблю, ну, я как бы иногда и комментарии девушкам пишу, мне все такие, блядь, а как Ксюша? Нет. Это совершенно нормально, но я и друзьям как-то стараюсь комплименты делать. Потому что, ну, вот ты, мы все привыкли недостатки как-то замечать, но это так, отвлеченно. А когда вот я вижу, допустим, человека, ну, там, друга своего, у него там что-то во внешности изменилось, я вот всегда говорю. То есть, если я реально так считаю, тебе идет. Потому что нужно акцентировать внимание на хороших вещах. А сейчас я просто, как бы, время девушки потратил, да, своей хуйней, блядь, разоблачением от iBlog'а, блядь. Я потратил время, я хотел себе как-то комплимент сделать приятный. Разумеется, я знал, что им нельзя в принципе никуда. Но она сейчас сидит, понимаешь, ей приятно, я думаю, я надеюсь, что, как бы, просто надо было обосновать чем-то мое желание с ней сказать. Сказать, у вас очень красивый голос, не хотите со мной сходить в кафе? Она бы отказалась, потому что их же слушают, записывают, но... Копать, давайте посмотрим, почему они десятку продают. Если бы тысяч по сорок, то хорошо. Ну, ребят, ну вы просто ебудались. 51 600 за наличку за iPhone 10 64, когда его можно было на Тимоле мегафона по 45 брать. Ебать, на Тимоле. Ну, все, мы поняли, блядь, на Тимоле можно было все, но ты можешь уже, блядь, другой какой-нибудь магазин покажешь. Это ебучая, блядь, реклама Тимола. Ну, это просто, блядь, засирание. Ты, сука, еще меня к этому приплел. Тимол, пошли нахуй, если вы такую, блядь, рекламу покупаете, идите в пизду, блядь. Просто нахуй. Если ты хотел Тимола прорекламировать, засрав цифрус, блядь, хотя бы мое имя в названии бы, блядь, не ставил. Хуй, блядь, моржовый, ебаный, блядь. Недавно. Ну, это несерьезно. Несерьезно, блядь, несерьезно. Вот эта хуета, блядь, хуебистика, блядь, мракобесия, блядь, которую ты снял, ебта, залупа, блядь, конченая, блядь. Соответственно, ваш вопрос... Хуй! Ответ на ваш вопрос, есть ли смысл обращать внимание на интернет-магазин цифрус? Однозначно ответ нет. То есть, вот это вот и есть все вот это вот разоблачение, блядь. Он посмотрел, что где-то по акции что-то продается, блядь, дешевле, и значит, цифру себе нет смысла. Ну, охуенно, блядь, у тебя, видимо, зрители тупые, раз не умеют сами ценник мониторить, блядь. Пиздец. Типа, вот это вот серьезно, это напоминает мне канал Авофит, который обозревает протеин, блядь. Да какой нахуй спектральный анализ, научный подход, блядь, ебта, смотри, вкусный, блядь. И не потому, что я заприметил, что у них какой-то косяк был, я думаю, они, в принципе, наверное, здраво работают, на маркете размещаются, просто потому, что цена непроходная, то есть, достаточно дорого. Да, потому что люди сами не способны это оценить, это нужно. Размещаются они на маркете уже 6 лет, это достойно уважения. Отзывы у них, кстати, есть разные. На цифру, кстати, да, есть немалое количество негативных отзывов, мне периодически про это пишут. Я перед тем, как... Я понял, ты только не обижайся, я твой донат не буду зачитывать, ну, сам понимаешь, твич. А так, да, забавно. Понимаешь, в чем дело, как бы... Понимаешь, в чем дело? Мне писали по поводу... Я говорю, ребят, я вот отвечал на почту людям, если у кого какие-то проблемы именно с цифрусом, поскольку я, блядь, рекламирую, я буду с ними решать, вы мне пишите, блядь, если у кого-то, ну, пока не было такого, не было прецедентов, хотя я уже неделю почту не проверял, может быть, за неделю, за две там, да, может, две недели не проверял, там что-то изменилось, кто-то написал. И я буду писать цифрусу напрямую, потому что я с самого начала им сказал, что я, как бы, отвечаю за качество того, что рекламирую. Но то, что, блядь, цены там хуже, чем где-то, блядь, ну, конечно, то, что это цены в момент акции, это пиздец, блядь, полностью нивелирует абсолютно любой твой аргумент, блядь, и то, что ты просто тимол рекламируешь, но, тем не менее, блядь, я просто не понимаю, ебать. Юридическое лицо хотя бы... О, это уже радует. Давайте посмотрим плохие отзывы. Не привезли вовремя. А, ну вот, смотрите, продавали восстановленные айфоны два года назад. Вот, почитайте отзыв. Тоже восстановленный телефон продали. То есть у них был грешок, что они продавали, видимо, восстановленные трубки, но ко мне не обращались именно... Я не знаю, я предполагаю, что, возможно, да, возможно, такое было, но... Если даже они сейчас таким промышляют, я уверен, что, блядь, людям, которые покупают по моему промокоду, цифру знают, что я аудитория ориентирован. Да, то есть я к ним хорошо отношусь, они классные ребята, работают, зарабатывают деньги без проблем. Но, если, блядь, кто-то по моему промокоду... Они же понимают, что, типа, я первый, блядь, буду на них разоблачение, блядь, снимать, что, типа, блядь, ребятки, не покупайте там ни в коем случае. Поэтому, ну, не может такого быть. Может быть, промышляли восстановленными айфонами, я не знаю. Может быть, блядь, конкуренты какие-то отзывы покупали. Всякое бывает. Но те, кто покупает по моему промокоду, я в этом уверен. По проблеме продажи восстановленных трубок, поэтому здесь я ничего не могу сказать. Моя единственная... Я объясняю, моя единственная... Мой единственный, так скажем, профит от работы с цифрусом, это то, что я не покупаю телефоны. То есть я экономлю деньги, и то, что я зарабатываю с рекламы, в итоге я просто трачу на аренду, оборудование, да. Вы видите, как продакшн, блядь, растет просто на дрожжах, нахуй. Проводочки, хуёдочки, все дела. Вот, вот, все. Простейший алгоритм. Вот как-то так, такой вот цифрус, который рекламирует, как бы, парень с канала. Я, как бы, свое мнение высказал. А мне тут уже начинают названия. Охуенное мнение, братан. Вот мы не умеем пользоваться интернетом, мы не умеем сами мониторить цены, когда мы что-то покупаем. Мы просто, блядь, идем и покупаем. Вот Айкак просто говорил, что цифрус, блядь, и вот есть такой магазин, я пойду куплю, да. Если там стоит 100 тысяч рублей, а в остальных магазинах 50, я куплю, блядь. У меня же люди, ну, реально, блядь, меня же смотрят глупые люди, которые не умеют пользоваться там Яндекс.Маркетом, Е-каталогом и прочими сервисами, которые позволяют мониторить цены и читать отзывы. Действительно, блядь, очень полезный обзор. Спасибо тебе большое, что ты снял. Пожалуйста, снимай еще, блядь. Вот. Главное, чтобы на Тимоле акция подходящая была, а вот к чему же ты найдешь приурочить, блядь, охуенно. Я въебал там дизлайк, я забыл, извините. Это просто принципиально важный момент. Ай, блок. Ну, потому что, блядь, ну это высер, нахуй, это помойка, блядь. Великолепные, блядь, разоблачения. Пожалуйста, снимайте еще. Ай, блок, извини. К тебе никакого негатива, но ты реально хуету снял, ебаную, блядь.